Надежда Акинтьева учится в четвёртом классе Белоярской школы искусств. Рисовала она всегда, сколько себя помнит, поэтому неудивительно, что в планах у неё продолжить художественное образование в высшем учебном заведении. Она мечтает стать художником-мультипликатором. Ежегодно Надя участвует в различных творческих состязаниях, чтобы повышать свой уровень мастерства. К примеру, в международном конкурсе детского художественного творчества «Славянские узоры». Для «Славянских узоров» я взяла Антона Павловича Чехова. Почему я его выбрала? Потому что мы его сначала проходили по школьной программе. Мне завлекло его творчество. Мне что понравилось, он писал очень кратко, с юмором. И в то же время у него был очень глубокий смысл в рассказах. Портреты – конёк этой юной художницы. Она понимает, что главное не столько фотографическое сходство, сколько раскрытие характера человека, его внутреннего мира, настроения. И это Наде удаётся. Конкурсная работа принесла и первое призовое место. Другая участница «Славянских узоров» – Анастасия Комякова – обратилась к фигуре Николая Второго. В номинации «Скульптура» она стала лауреатом второй степени. Девушка представила также пейзаж. Это был последний император нашей страны. И также мне нравилось, что это был семейный человек. У меня также есть работа, где он гуляет с семьёй по парку в Крыму возле дворца. Как и Настя Комякова, Арина Дубровская – без пяти минут выпускница школы искусств. В мае обе они попрощаются с учреждениями, родными педагогами. Но любовь к творчеству пронесут через всю свою жизнь. В международном конкурсе Арина стала лауреатом второй и третьей степени в разных номинациях. Она обратилась к теме Петра Великого. Эта художница отличается своей любознательностью. Ей интересно буквально всё. В детской школе искусств совсем недавно завершилось экспонирование выставки. По итогам седьмого международного конкурса детского художественного творчества «Славянские узоры». Напомним, в этом году в нём участвовали свыше 300 юных талантов не только из России, но также и Республик Беларусь и Молдова. Белоярские ребята представили на суджюри более 60 работ. Тема нынешнего конкурса – листая страницы истории. Мы очень счастливы тем, что в этом году мы выбрали вот такую тему историческую. И это у нас завершающая тема. У нас мы решили вот как бы теперь уже зациклить эти пять тем, пять-шесть тем, которые мы выбрали. В следующий год мы снова как бы начинаем снова сказки, обряды, традиции славянских племён. Все три юных художницы творили под руководством своего преподавателя Татьяны Степаненко. Остаётся добавить, что по итогам конкурса «Славянские узоры» был издан одноимённый каталог, куда вошли лучшие работы детей. Александр Плескач и Данил Герцович из Белоярского специально для телекомпании «Югра».